здравствуйте друзья хотел рассказать вам интересные но вот с моей точки зрения наблюдения за тем как республиканские кандидаты там у них дебаты очередные были там 5 по счету и в основном обсуждали вопросы безопасности да сейчас актуально в связи с событиями вот сан бернандина и бернандина и в париже там и так далее в общем вопросы безопасности сирийские беженцы опять же и вот там есть только совсем такой экстрим виде трампа который будет вообще мусульман страну не пускать в общем короче это республиканцы они как бы вообще как бы не такая позиция более силовая чем допустим на там либеральном фронте так они не пущать стращать не пущать ограничивать там и так далее ну и в общем они вот там выступали и как бы там про разный народ и и по-разному смотрит на вещи но вот что интересно как только человек начинает объяснять что он хочет сказать если это занимает секунд 15-20 и больше он теряет в глазах тех кто его слушает ну там их много на сцене конечно то есть такой жанр жанр очень специфичный вот но вот тот кто может за 15 секунд за 10 за 15 сказать там что-то вот его понимают и говорят ну понятно то есть ты можешь соглашаться или не соглашаться ну да хотя бы понял о чем речь а как только вот 15-20 секунд то уже перестают люди как бы нить удерживать играть чуть непонятно вообще кто-то чем такое сказал непонятно в этом смысле трамп он как бы понятный то есть не значит что его стали от этого больше поддерживать но для его как бы значит аудитории это хорошо то есть он говорит не пущать все это занимает ровно три секунды ну там ну даже пять и это как бы большой плюс а вот там руби и круз они опыт так по-своему интересны но значит вот как только они они там друг другом много полемизировали на разные темы в целом довольно достойно я бы сказал оба держались очень достойно но как-то растет качество да простит они больше практикуются у них как-то класс класс выше становится но как только вот неважно тема какая была за перевалил через 15 секунд все про потерял аудиторию потерял не то что он вот в эти а взял аудиторию и потерял и вот это очень интересный момент потом я смотрел комментарий одного мужика серьезного который из спецслужб такой вот ну ему говорят ну вот как они там кандидаты он говорит ну что тут сказать говорит он конечно они тем этой глубоко не знают и очень много ерунды говорят по фактам там и так далее и так далее но он ведь меня лично говорит он радует то обстоятельство что вообще мы стали публично говорит на тему безопасности тоже никогда нельзя было слово сказать вот они никого не интересовало какая там безопасность там все дела тут час все-таки если они пошли в этом разбираться ну как-то вот дебатировать то значит как-то скорее всего какое-то углубление произойдет в понимании ситуации обстоятельства мы тогда легит меня лично это очень радует а так вот он там всех кандидатов в общем-то по по фактической стороне он как ты так ну можно сказать облажал ну так любя любя так что вот такие интересные у нас дебаты ой господи во всяком случае интересная я не знаю там чем это все закончится прогнозов делать не берусь на вот но интересно интересно некоторые говорят что почему бы вот например тампу вообще не баллотироваться как независимому кандидату но в конце концов денег у него много чего ему там эти республиканцы которые там его либо поддерживать либо не поддерживать либо там еще что то значит вот зачем ему это и он кстати высказался по этому поводу почему он не будет выступать как независимый кандидат хотя в общем на самом деле мы понимаем что независимый кандидат шансов не имеет вообще никаких то есть он может потратить деньги он может создать себе какую-то популярность большую он там может быть даже соберет там я не знаю даже если он соберет 20 процентов голосов на выборы и даже 30 то поскольку от штата идет тот кто собрал как бы больше голосов штате то есть количество выборщиков он может ни одного выборщика вообще при этом не получить как ни странно поэтому никаких шансов у такого человека в принципе нет при том что трамп конечно не соберет мне 30 не 20 и даже 15 когда дойдет до выборов уже настоящих как независимый кандидат невозможно вот поэтому так вот посмотрим во всяком случае вот это событие когда они там снова собрались очередной раз для меня было интересным и таким как бы сказать приятным я бы сказал приятным то что участие в предвыборной борьбе вот эти вот выступления они готовятся они дают интервью они на cnn они на фоксе они там на на всех радиостанциях там телестанциях публикациях и все эти обсуждения не в твиттерах пишут сейчас уже борьба какая идет вот уже в социальных сетях и они от дебата к дебату становятся более сильными более уверенными в себе потому что бать они еще боятся там стресс колоссальная они лишнее слово не скажет там мы тебя тут же затопчут там и и так далее то есть вот это все внешние обстоятельства это нужно быть очень матерым таким политиком который может вот так выйти и и говорите в общем не опасаясь там за каждое слово за каждую букву то есть уже уже уровень такой что они это могут делать в этом смысле клинтон конечно с ее опытом большим она нам намного намного класснее как бы вы это не есть класс я не говорю о том что она при этом скажет но но класс класс безусловно и вот мне очень нравится видеть как растет класс вот этих кандидатов то есть они дорастают потихоньку ну или может быть не дотянутся но во всяком случае они тянутся они растут в направлении соответствия должности и вот это я считаю мощнейший демократический механизм вот это и есть демократия вот когда они выступают когда они с людьми встречаются когда они что-то слышат когда подключается пресса когда подключаются статистические исследования до общественного мнения и так далее и вот эта вся махина которая должна фактически представлять интересы более чем трехсот миллионного населения вот это конечно удивительное зрелище удивительное зрелище которое не на каждых выборах можно увидеть вот так так скажем стать как паркинга много почему потому что мы сегодня рано еще вот на моих часах в автомобиле 913 хорошо 943 я извиняюсь 943 и вот мы сейчас движемся на урок счастливо